Александр Иванович, приветствую вас в первую очередь, приятно видеть. Ну вот у нас буквально несколько минут назад закончился спринт на 10 километров у мужчин на втором этапе Кубка Мира в Хохлицине. Ну и в общем-то, что и на первом этапе наша команда биатлонная не завоевала ни девочки, ни мальчики никаких медалей, что и в этот раз лучший из наших, это Иван Черезов, он восьмой. Ну, в чем причина? Ну, я практически никогда не ошибаюсь в своих прогнозах, вот, я говорил, что на первом этапе не выступал практически Черезов, вот, в одной гонке выступал, ничего не показали. Здесь сложно судить даже самому крупному специалисту по одной простой причине, что мы не знаем, какую цель преследуют сегодня тренеры и в целом коллектив и команда. Или это подготовка к чемпионату мира, который состоится у нас в Хантамансийске, тогда понятно. Вот, если же это тренерская ошибка, если не добрали в объемной работе, в скоростной работе, то это нормально, добрать можно всегда. Да, если перебор, вот это будет страшнее, потому что вылетят и кубки мира, и к чемпионату мира придется добраться. А что значит перебор? Это в нагрузках перебор. Ага, то есть перегрузили спортсменов, и поэтому они сейчас... Ну, тогда восстановление, смотря, если умеет восстанавливаться сам спортсмен, это проще, но это поколение не умеет восстанавливаться, как мы восстанавливались. Ага, вот так. Я не ошибаюсь в своих прогнозах, еще раз повторюсь, я сказал, что лучшими по сезону у нас будут, как было и в прошлом сезоне в основном, это Череза Фустюгов. Я говорил это уже и на телевидении, и на сайте это есть. Вот, думаю, что если правильно подойдут к Шипулину и в очередной раз не сделают ошибки, как это делал Олегин Владимир, в буквальном смысле слова, мочалил лучшего-лучшего молодого биатлониста, это Антона Шипулина. Теперь, если дай бог, не произойдет того же самого с Алексеем Волковым. Вот это два молодых спортсмена, которые у нас, будем говорить, рассчитывать на Сочи и все прочее. Хорошо, Александр Иванович, вы сказали, что вот если эти этапы первые пока рассматривать как план, ну да, в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира в Ханты-Мансийске в марте, да, то это вроде как и нормально, можно подождать пока, да. Меня вот что интересует, вот прошлый год, тоже многие говорили, ничего, главная Олимпиада. Но в итоге, как Свенцин с Бьерн Даллином зарядили на первых этапах, так, собственно, они по Олимпиаде-то и проехали. Вполне неплохо, да, сколько три медали? Вы знаете, в России всегда, у России есть отличительная черта такая, знаете, мы сами себе делаем, ну это же исторически, сами создаем трудности, преодолеваем и награждаем, понимаете. Вот, у нас во многих сферах, не только в спорте, и в экономике, и в производстве, в металлургии, где угодно, у нас приходят люди, которые никогда этому не учились, тому или иному предмету, понимаете, той или иной отрасли. И со спокойной совестью, не понимая, не обучаясь этому, значит, приходят, начинают руководить. Лучше бы отказаться, понимаете. И в спорте то же самое. Вы обратите внимание, что творится во многих сферах сегодня. То же самое и в спорте творится. Приходят дилетанты. Ну, а что бы профессионал, да, мог бы сейчас вот изменить конкретно, вот что на поверхности лежит, чтобы наша сборная... В данный момент, в данный момент у нас есть кому разобраться, я не хочу называть фамилии, потому что на сегодняшний день, я не боюсь этого сказать, абсолютно, я всегда, вообще по жизни никого не боюсь. Вот, и высказывать тем более, я высказываю свое мнение, я готов за него ответить. Я скажу, если бы был доступ к команде нормальным людям, я не хочу сказать, что там сегодня ненормальные, но если бы я оставался президентом, или, как мы договорились с Михаилом Прохоровым, я бы остался более к практической деятельности, мог бы присутствовать в команде, то я бы поступил по-другому и с тренерским составом, и с некоторыми спортсменами поступил, по-иному, чем это сегодня складывается. По крайней мере, я бы тренерский состав, ну, изменил бы, я бы не изменил, я бы других просто назначил. Вот, из этих бы практически никто не попал бы в этот состав. Поймите правильно, я знаю, я 47 лет уже в биатлоне. А есть те тренеры, которые... Есть. На сегодняшний день самое страшное, понимаете, когда нет лидера, нет лидера вот того, который бы мог сказать твердо, вот это мое. Понимаете, вот так. Я много раз, мне легче всего приводить примеры на своем опыте, когда сидит тренерский совет на Олимпиаде, на чемпионатах мира, и спишут несколько листов состава, кто первый этап, второй, третий, кто в какой группе стартует. Я же говорю сегодня с полной ответственностью, на остальное будут смотреть, специалисты тоже. Я всех выслушивал, но к этому моменту у меня уже был готов свой вариант. И я бы хотел, чтобы мне кто-то возразил из прошлой истории биатлона, которая связана с моим присутствием в биатлоне, что где-то я поступил неправильно. По этапам, по группам, пожалуйста. Могу десятки примеров приводить, всегда было правильно. Потому что я этому делу учился настоящим образом, как, помните, говорил Ленин, по-моему, да? Военному делу надо учиться настоящим образом. Александр Иванович, но вы же ушли из Союза биатлонистов России, и я так понимаю, наотрез вы не согласны туда ни при каких условиях. Ни при каких условиях, да. Ни при каких условиях. Вы знаете, мы же всегда у нас такой пример вспомним. Помните, когда Суворов в деревню сослали, а когда припекло России, то послали за Александром. Ну, так вот, получается так, что вы знаете, как нужно сделать, но по вашей воле, не по вашей воле, не важно, но помочь не можете. Вы знаете, я вам скажу, сложилась такая ситуация, что теперь людей делят на людей Прохорова и Тихонова. Нет у меня людей. У меня были специалисты, люди, с которыми я работал. Я всегда старался добиваться дисциплины в команде, в тренировочном процессе, в отношениях, понимаете. Никогда не давлел над тренерами. Всегда, наоборот, мог спокойно подсказать на равных, для того, чтобы не убить инициативу. Они довольно опытные люди. А на сегодняшний день, я скажу, нет ни одного, который бы мог принять решение, вопреки 20 человекам, 20 специалистам сказать, вот так будет. И я знаю, с кем бы я советовался. Из старой плеяды, опять же. У нас многие говорят, вот, пенсию зря не дают, там и по 50, ой, то есть по 70 и за 70, понимаете. Но я скажу, что это настоящие специалисты. Как раз про принятие решений и про дисциплину. Вы говорили, что, не дали, по-моему, как вчера, Максим Чудов затерялся. И что там с дисциплиной? Я предлагал его вывести из состава команды еще практически два года назад. Да вы что? Да, абсолютно. А в этом, ведь он лидером сборной считается. Вы знаете, два года, два года его поведения, его отношение к делу, оно совсем не годится. Отрезвить надо. А в чем конкретно? Я его сам взял в команду, вот еще практически, почти с юношей, с юниоров. И на глазах из того чуда, которое мы воспитали, мое поколение воспитало, я еще будучи президентом, и тот тренерский коллектив, которому он обязан всем, понимаете, просто стал человек неузнаваемый. Нет того Максима, нет того Чудова, понимаете, нет того Чуда. Поэтому я бы его вывел из состава, даже не на кубки его, а послал бы здесь по России потренироваться, доказать себе, отрезвиться и завивать снова место в команде. Мы видим сегодня второй кубок мира. Но тут сразу было бы две опасности. Первое, все-таки он мог бы как-то не найтись, да, и отказать сборной, в принципе, мы потеряли бы лидера. А во-вторых, надо кого-то ему назовем. Что у нас с резервом-то вообще? Где вы видите лидера? В Чудове? Не лидер, далеко не лидер. Лидер должен быть, даже если он не лидер по результатам, но достойное место занимает в команде, он должен быть в первую очередь человеком. Я не буду скрывать, я был настоящим вожаком стаи. Александр Иванович, я хочу еще поговорить про наших биатлонистов, которые вот недавно должны вернуться, возвращаться. Я имею в виду Ярошенко, Юрьеву. Вы как считаете, они все полны желанием, да, выступить в Ханты-Мансийске? Вы как считаете, у них это получится? Я бы очень хотел, чтобы они ответили на мой вопрос, если они это увидят. Кто их предупреждал о том, что с ними случилось? И отдельно с каждой, и с Юрьевой, и с Ахатовой, и с Димой Ярошенко. За год до случившегося. Я называл имена, кто в этом повинен, Валерий Польховский, винат первого человека, кто в этом повинен, вот в этой поверканной спортивной карьере Ахатова закончил выступать. Я это говорил в кругу команды, собирая женский коллектив, тренерский коллектив. Говорил, умолял. Но у нас появляются такие, как Малин, президент федерации города Москвы, биатлоны. Александр Иванович, вот всегда мучил вопрос. А если вы говорили об этом, то получается, что спортсмен все-таки знает об этом? Безусловно. Я-то просто знал, что они уже попали. У меня очень хорошие связи, контакты были. И слава богу, что это обошлось тремя человеками. Я говорил на открытой коллегии Министерства спорта, на закрытой коллегии, на презивиуме коллегии. Он выступал в Олимпийском комитете. В открытую, говорят, а успели только прессу выгнать. Я прямой. Стараюсь ближе к истине. Ну, слава богу, сегодня прессу нельзя выгнать. У них получится это или нет? Дай бог, чтобы получилось. Ну, а вы в это верите? Я верю. Дима, конечно, в возрасте, но сил у него здоровый парень. Самое интересное, ведь вы знаете, я чуть вернусь назад, если бы это помогло тогда. Потому что это шарлатаны, которые по фамилии Птицыны, Курочкины, понимаете, они кололи, а это не помогало. Это не оказывало никакого влияния на результат. Ярошенко же тогда вылетел из тридцатки. Я его лично вот так уговаривал. Дима, хватит. Ты посмотри, ты уже не попадаешь в тридцатку. Бесполезно. Мне непонятно. А те, кто повинен в допинге, они продолжают работать еще вдобавок. Сегодня Наталья Бурдыга заявила, что она хотела бы не выступать за сборную России, а хотела бы выступать за сборную Украины. Ну, вы знаете, если, будем говорить, я же подписывал Кузьминой переход, подписывал, тогда подписывал Драчеву, тогда у меня Ростовцев, Витя Майгуров пришли, что Драчев такой-сякой в коллективе не нужен. Я ему разрешил переход. Второй вопрос, это судьба человека. Если он не попадает, а что у нас? У нас на сегодняшний день в футболе в российском. Что мы об этом молчим? Платим миллионы, вылетаем из всех кубков, 28 лет не можем попасть на Олимпийские игры, с 88 года, я ошибся немножко, 22 года, 23 будет, не можем попасть, понимаете, ну футбол у нас, ой, Рубин, Зенит. Но зато четыре клуба в Лиге Европы. Они уже товарищи по команде не понимают, что ни один не говорит на русском, там еще трех-четырех возьмут, и от сборной России останутся одни ворота на русском языке. Понимаете, у них очень огромное преимущество, что это 18-й год, а там или и шаг сдохнет, или еще что-то. Хорошо. Но все же, Александр Иванович, мы с вами на протяжении всей нашей беседы говорим о том, что вы не ошибаетесь в результатах. Я вас попрошу коротко на оставшиеся гонки второго этапа в Хофельсене. Да, вы знаете, сегодня, безусловно, погода вмешалась. Я надеюсь, что у этих ребят хватит не тренерской мудрости, а своей мудрости. Они будут выступать, они будут бороться, эти двое, особенно Женя Устюгов. Я скажу, если Антона Шипулина будут еще вот так мочалить на всех стартах, то мы к Сочи получим, придется возвращаться нам с Маматовым и с Приваловым на лыжню. Понимаете, это бездарность и безграмотность. Стартовать на первом этапе всю программу. На сегодняшний день Шипулин и Волков, это отдельная тема. Их надо беречь, как золотое яйцо. У нас их нет. Я вам скажу, у норвежцев на сегодняшний день ежегодно прибавляется по тысяче и более занимающихся биатлоном. И Петр Нортук из лыж стремится перейти в биатлонную сборную. Ну что биатлон, ведь я всегда говорю, мои прогнозы сбываются. Я в 66 году сказал, что я доживу до тех времен, когда биатлон назовут зимним футболом. Это было в газете, я был лучшим лыжником в стране. По популярности? Безусловно. Мои обожгли футбол, особенно российский, он рядом не стоял с нами. Только пусть на меня не все футболисты обижаются. Никита Павлович, Симоньян, Парамонов, Иванов, те, кто живы сегодня того поколения. Вот это был мой футбол. А это футбол, знаете, когда сплошные иностранцы. Александр Иванович, в биатлоне у нас будет ли подиум на этом этапе Кубка мира? Я думаю, что очень большой шанс есть у Зайцевой и Слепцовой. Слепцовой в женской команде надо бы поберечь Вилухину. У нас тоже там с резервом, я бы сказал, так не очень хорошо. Но я уверен, успехи у нас будут, потому что такие традиции. Надо постараться проявить такую безграмотность и бездарность сегодняшнему руководству. Чтобы и этот вид спорта похоронить, как многие другие. Ну что ж, на этой ноте, я думаю, мы закончим. Пусть она пока и не очень такая позитивная. Мы будем все-таки ждать, надеяться. Вы знаете, наш народ ждет. Ему больше ждать нечего, он ждет биатлона. Поэтому надо порадовать. Хорошо, спасибо огромное, Александр Иванович. Давайте ровно. Давайте ровно.